Салем Достар! Не так давно в Кокшетау приезжал министр цифровизации и аэрокосмической промышленности Багдад Мусин, жительница Кокшетау. Блогер Акмолинской области Карина Франк задала ему вопрос по поводу персонализации проездных карт. И сейчас она озвучит свои вопросы людям, которые отвечают непосредственно за проезд. Это руководитель компании Кокшетау и директор Акмолинского областного филиала Народный банк. Поэтому, Карина, вам слово. Почему вы обратились к министру? Спасибо большое, Аля. В первую очередь сначала я хочу сделать немножечко информационную вставочку, потому что я все еще надеюсь найти владельца данной карточки, пользуясь случаем то, что это будет опубликовано на канале 716. Значит, эту карту я нашла по адресу Ауэзова 189Е, где ЖК новая, в 5 часов дня, 24 октября. Если кто-то потерял эту карточку, посмотрите, пожалуйста, номер 000-224-316. Пожалуйста, если владелец действительно опознал свою карту, напишите мне в директ, потому что я все еще надеюсь найти владельца. Я ее не пользовалась, там баланс еще на месте, поэтому, пожалуйста, отзовитесь. Так как персонификация отсутствует по этой карте, то есть возможность определить хозяина по последним платежам, то есть либо в приложении, либо по чекам из терминала при пополнении этой транспортной карты. То есть, скорее, если даже напишут тот же дайр, соответственно, она может запросить у них последние чеки об оплате и узнать собственника этой карты. Собственно, этим мы и руководствуемся, когда делаем по второму вопросу, как раз таки, который Карина озвучивала, насчет того, что баланс карты пропадает. То есть, есть возможность прийти к нам в офис, написать заявление, предоставить чеки об оплате и остаток по этой транспортной карте будет переноситься уже на новую карту. А эта карта, возможно, она уже и заблокирована. То есть, собственник карты, может, ее не искал, пришел к нам в офис, показал подтверждение, то, что он является собственником именно этой карты и сделал перевыпуск. И остаток по этой карте, возможно, перенесли уже на другую карту. Новую. Как правило, люди не любят заморачиваться, если там небольшая сумма. А какая была самая большая сумма возврата? Ну, 10 тысяч, 15 тысяч? У нас, в принципе, максимальная сумма для пополнения транспортной карты 10 тысяч тенге. Остатки в среднем, среднестатистически, тысячу-две. То есть, от 500 тенге люди начинают приходить и перевыпускать карту. Карина, дополнительные вопросы у вас возникли. Оплата по QR Каспи, возможно? По QR Каспи в настоящий момент оплата у нас недоступна, так как это требует, во-первых, покрытия полноценного по всему городу. В отсутствии, допустим, интернета в какой-то части области, допустим, в какой-то части города. Если пользователь, пассажир захочет оплатить, а автобусный парк или не сможет предоставить возможность оплатить ему, соответственно, пассажир имеет право бесплатно проехать. Для нас, то есть, отсутствие возможности, также есть билетопечатание, то есть, необходим сам билет, бумажный носитель для предъявления кондуктору. Также QR Код для нас чреват тем, что есть возможность сделать скриншот старой оплаты, зайти в чат-бот, допустим, в телеграм-канале и сгенерировать чек об оплате, хотя по факту оплаты не было. То есть, есть некоторые нюансы при оплате QR Кодом. А банковской картой Каспий или Халык? Недавно, ну я прокомментирую, в июне текущего года мы совместно с нашими партнерами Халык Банк осуществили возможность оплаты, альтернативную возможность, помимо налички, то есть, можно будет оплатить банковской картой. Ну, это как раз-таки наш коллега и прокомментирует, о возможности оплаты банковской карты. Да, Карин, спасибо за правильный вопрос. Мы действительно совместно с Кахши Бастулем реализовали проект в начале лета еще. Сейчас, отвечая один из тех вопросов, которые вы задавали, что деньги, например, долго поступают на транспортную карту из банковской карты, можно вообще не переводить деньги с банковской карты, а поплатить напрямую карточки вашего банка. При этом система принимает карты всех международных платежных систем. Наиболее популярные в Казахстане, получается, Visa и MasterCard, ну и более редкие, китайская UnionPay, японские системы, европейские, в том числе российская карта МИР. И все эти способы доступны, и, соответственно, в некоторой степени потребность в транспортной карте, наверное, отсутствует, на мой взгляд. Плюс мы бы хотели, сейчас в автобус сядем, мы бы хотели показать, как это работает, оплата банковской карты и более современными, более безопасными видами оплат. Можно, пожалуйста, узнать, если с транспортной карты оплачивать, сниматься будет сто теньги или сто восемьдесят теньги? Если оплачивать банковскую карту, наверное, Карина, вы хотели сказать, если оплачивать банковскую карту, оплата также сто теньги, это считается как безналичной оплаты, да, Архан, правильно же? Все хорошо, спасибо. Вот, соответственно, билет, это ваш календарь, билет. Это второй вариант, да? Кроме стандартных оплат банковской карты, есть новые, более безопасные способы оплаты, которые не требуют интернета, то есть интернет вообще не требуется, это сервис Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, и вот, например, здесь у нас открыт сервис Apple Pay, Ну и самый мой любимый способ оплаты, Вы же часто ездите на автобусе? Я часто езжу на автобусе, здесь серьезно, у меня дети любят ездить на автобусе, но вот, у меня Samsung, вот, А вот это первый раз, я вижу, это классно, потрясающе, здорово. Кого у билета еще нет? Теперь... Просто предложите. Все прикладывайте, подольше держите. Ох, е-е-е, вот это магия, ничего себе. Классная, потрясная. Ну все, удобно. А, кстати, такой же платежной системы можно за рубежом даже пользоваться, да, через халык? Да, и в чем преимущество большое, что они требуются интернет-досчетами. Мы везде, даже в самолете можно оплачивать, интернет-денома. Это супер классно. Так, пойдемте. И давайте задам вам последний вопрос. В течение какого времени поступают деньги на транспортную карточку? В настоящий момент, получается, обновление проходит фоново, то есть нет необходимости ждать сутки при поступлении денежных средств на транспортную карту. Достаточно 20 минут. Если все нормально, то есть интернет без сбоев работает, оборудование исправно, 20 минут и средства на транспортной карте.